Привет! В эфире «Легкая жизнь» и я сразу хочу начать с новостей. В нашей программе появилась новая рубрика «Броска. Лайв». Каждую неделю мы будем рассказывать вам о новостях торгового центра. Теперь вы, зрители нашей программы, первыми будете узнавать об открытии новых магазинов, кафе, о грядущих мероприятиях. И да, о дате открытия аквапарка вы тоже узнаете первыми. Торжественно объявляю рубрику «Броска. Лайв». Открытой! Для начала предлагаю познакомиться с креативной командой «Броска». Это те ребята, которые чаще всего остаются за кадром, но именно они создают весь движ в этом торговом центре. Это свет. Давай, 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 давай что-нибудь допишем, доиграем. Приклядочка, ты что? И рыбалка удалась. Растоп съемка. Итак, прямо сейчас мы отправляемся в святая святых, просто в самое сердце торгового центра. Хотя я бы скорее сказала, что это мозг торгового центра. Идем? Итак, магическим образом рядом со мной появляется прекрасная Аня. И, Аня, я прошу, чтобы ты познакомилась с нашими зрителями. Зрители познакомились с тобой. Да, всем привет. Меня зовут Аня. Я арт-директор «Броска Мол». И сегодня мы вам покажем нашу, так скажем, закулисную жизнь. Ну что, небольшая экскурсия. Это у нас зона ожидания. Здесь обычно все, кто к нам приходят, немножечко ждут, пьют свой чай. И есть переговорная комната небольшая, где мы, маркетинговый отдел, проводим наше совещание, где проходят небольшие, короткие какие-то встречи. Смотри, мы, когда нам скучно, ты думаешь, почему у нас такой расписной стол? А когда нам скучно, мы берем вот так вот, кладем белый лист и начинаем выводить. И сразу, как только вы заходите, вы, собственно, что? Правильно, вы получать должны эмоции, красоту. А вот же отдел маркетинга. Да, давайте я вас познакомлю. Это Юра. Юра, привет! А пусть сам про себя расскажет, почему нет. Он взрослый мальчик, может, расскажи. Я занимаюсь графическим дизайном. Разрабатываю презентацию по второй очереди, по «Броска Волне» для сайта, для арендаторов. Да, покажешь нам немножечко, что? Тут разные слайды, картиночки, бассейны. И так далее. В общем, масштабная презентация, в которой вы сможете ознакомиться со всем, что вас ждет. Все красивое, что вы видите в социальных сетях, делает наша Даша. Наша Даша. Как мы относимся, как у нас работают с хейтерами? Мы их троллим. Мы через юмор как-то с ними работаем. Нам каждый день угрожают сделать одно ужасное действие – отписаться от нас. Да, мы каждый день переживаем, да, кусаем локти, конечно, когда они отписываются. Но потом подписываются обратно, стоит запустить какой-то розыгрыш, и все встает на свои места. Здесь, собственно, принимаются большие глобальные решения. Я смотрю, что у нас здесь находится кабинет директора. Чему я удивлена, когда я увидела этот кабинет. Обратите внимание, насколько скромный кабинет у директора. Это можно. Можно ли это повторить, эту фразу, пожалуйста? Из журналистов никто не видел еще. Вот, видите, эксклюзив. Аквапарк, поехали. Вот она, две экстремальные дырки, петля будет выходить. Это взрослые. Все бани, хамамы, соляные. Все бани, какие существуют сегодня в мире, они будут. На каждом уровне будет разная зона отдыха с разными чиллаутами. Правильно, Аня, сказал? Это технический отдел. Отдел, без которого вообще ничего не может существовать в нашем торговом центре. Как знаете, я всегда говорю, если завтра не будет маркетинга, даже если не будет коммерческого отдела или бухгалтерии, мы все с вами протянем. И этого даже посетители не заметят. Но если завтра у нас засорится унитаз или, не дай бог, что-то произойдет с электричеством, это заметят вот так сразу же. Но наше отдел отвечает за техническое, скажем так, за техническую эксплуатацию всего самого торгового центра, чтобы в это время, когда вы заходите в торговый центр, посетитель заходит, он чувствовал, что у него все прохладно, ему комфортно, он мог сходить в туалет, помыть руки, мыть в коридор, ему прохладно, он пошел куда-то на фудкорт спокойно, поднялся на эскалаторе, на лифте. Я занимаюсь мероприятиями, которые у нас здесь происходят. Есть мероприятия входящие, есть мероприятия, которые мы сами придумываем. Исходящие. Исходящие, естественно, да. Исходящие дорожек. Шутка, конечно. А я пришла, увидела тебя, и я сразу думаю, а я этого человека знаю. Знаешь почему? Потому что в социальных сетях я подписана на ваши сериалы, которые вы снимаете про торговый центр. Я, честно, в них влюблена, с удовольствием жду каждую новую серию. Я думала, что ты здесь актер, а не ивент. Ну, мы совмещаем. Да, у нас есть, мы все работаем на полставке на актерах еще. Вот. И на режиссеров в том числе. Вот. Поэтому, да, ну, мы пытаемся снимать какой-то контент про наших арендаторов, про жизнь вообще, которая происходит в Броске. Кто это все придумывает? Ну, есть запрос от арендаторов, что надо снять. Мы собираемся все команды и просто накидываем какие-то идеи, варианты, кто какие-то фильмы смотрел, передачи, просто начнем клипы. И прям какие-то отсылочки, пасхалочки ищем. И из этого собираем какую-то концепцию идеи и дальше ее развиваем. Ну, то есть прям вместе собираемся, креативим. Я работаю в Броско, маркетологом. Молодец. Катя, скажи, как правильно говорить, маркетинг или маркетинг? Я не знаю. А зачем это знать? Надо выдавать гениальные идеи, а не знать, как правильно говорится то или иное слово. И все верно? Как мне, расскажи срочно горячие новости, дай мне кликбейт. Знаешь, что у нас в ближайшее время произойдет в торговом центре? У нас скоро откроется Sunlight. Везде он закрывается. Закрываются, да. А у нас они пока что открываются. Ага. Так. Теле 2 у нас встает. Вот открывается магазин обуви Геокс. Ага. Вот, очень крутая обувь. И еще у нас открывается личи. Личи магазин. А по кафешкам, скажи мне, что-нибудь новое у нас заходит интересненькое? Ну, вкусная точка у нас наконец-то открылись. Там вкусно и точка. Я вот о чем хотела спросить. Вы же торговый центр. Вот, а почему вы столько, ну, правда, сюда как не зайдешь каждый раз, какой-то праздник, какое-то настроение, какой-то новые декорации, новое какое-то, я не знаю, новое мероприятие и так далее. Ну, жили бы себе спокойно. Открыли двери. Вон, что, молочко продается, юбочку можно купить. Все. Сидим. За год к нам приходит 7 миллионов человек. А через аэропорт Хабаровска проходит 1 миллион 700 тысяч человек. В 7 раз больше, чем через аэропорт. Ну, то есть, мы настолько большая точка притяжения, которая формирует настроение, формирует новости. Здесь идет действительно жизнь. Ну, то есть, а как? А как иначе? По-другому не бывает. Для нас это самое важное. Я не знаю, как ответить на этот вопрос. А не так мне ответить? Я думаю, что спустя какое-то время, к середине нашего сериала, я думаю, что большинство зрителей поймет, что Броско – это больше, чем просто торговый центр. Можете передать привет кому угодно? Какому угодно. Это мировое телевидение, вас все увидят. Мировое телевидение, да? Кому угодно. Кому угодно. Можете передать привет своей любимой жене? Давай. Ой, романтичная нотка. Включить сюда музыку такую. Любимая жене Елене, я тебя люблю.